Войсар, народ, на связи Финн, и это у нас 14 серия Бункер, незваные гости, чуваки, называется Let's Go Смотрись. Короче, ребят, мы спорим уже около 15 минут, и так ни к чему не пришли. Давайте просто тупо проголосуем, и по количеству голосов уже решим. Константин, я уже немножко, на самом деле, подзабыл, что я закончил с предыдущей серии, но сейчас буду, походу, если чё вспоминать. Нас же четверо, а что будет, если будет ничья? Ну тогда пусть одна из сторон попытается убедить другую, почему нужно выбрать именно этот вариант. Как тебе такой вариант, док? Звучит, в принципе, логично. Я согласен. Ох, сложное решение, если честно. Зная, какие люди бывают там, на поверхности, я бы, на самом деле, просто бы остался бы в бункере посидел. Но всё-таки вроде выглядят они достаточно адекватно, хоть есть у них оружие, но огнестрела я у них не видел. Так, ладно. А, да-да-да-да-да, точно к ним чуваки пришли. Хорошо, я всё-таки голосую, что нужно с ними встретиться и поговорить. Но, давайте тогда сразу же скажу, что я думаю. В бункер ни в коем случае не пускать. Если будут спрашивать, какие у нас припасы или что-то ещё, точных ответов не нужно давать. Вот что я думаю. Слушайте, ребят, я вообще за то, чтобы просто проигнорировать этих людей, а то вдруг они будут пытаться к нам втереться в доверие, потом просто либо ограбят, или ещё чего хуже убьют. Вот-вот, поэтому давайте грабанём и убьём их первыми. Саша? Ээээ... Что? Что? Нормально так. Либо мы их, либо они нас. Сашенька, ну вообще, я бы с вами, с одной стороны, согласился, короче, лично меня, но другие 99,9% говорят, что не очень приходится убивать людей, которые пока не сделали нам ничего плохого. Ну да, зачем? Я думаю, у вас взялась такая злоба за эти несколько месяцев. Вообще, народ, я согласен с Константином, чтобы мы встретились и поговорили с ними, но говорить лишнего лучше не стоит. Итого у нас получается. Двое за то, чтобы побазарить с ними, одна за то, чтобы их вольнуть, и один за то, чтобы остаться в бункере. Ну, ребят, ну по математике 2-1-1, то есть как бы мы с доком здесь выявили, что-то делать. Сашенька, пожалуйста, не нужно, когда мы выйдем с ними разговаривать, кидать в них копья и кричать что-нибудь страшное плиться, то, ну, мы, наверное, хотим все-таки с ними подружиться. Ну, ладно. Ладно, вы как хотите, а я на камеру. Можете пойти с ними и разговаривать. Она так хотела. Но, если что, когда выйдете... Кидаться копью. Закройте, пожалуйста, дверь, чтобы, если они вас убьют, я могу спокойно переждать в бункере все. На СЧЛ мотивирующую речь сказал. Хорошо, хорошо, ладно. Док, Саша, пойдемте. Мы с вами наверх, а Виталия... Прям так, знаете, подбодрил чисто. Ну, когда вы вверх... И если вдруг вы сдохнете, да, там, чисто, чтобы я дверь в бункер закрыл. Возьмите с собой оружие, ведь кто знает, что могут выкинуть эти фрики. Фрики. Не, ну, выглядит, конечно, они довольно странно. Те чулы... Поэтому, окей, в принципе, можно назвать их фриками. Так, ну и что? Сколько нам их еще ждать? Ну, у них осталось еще три минуты. Если они за это время не выйдут, то мы... Ну, у них прям часы есть. Хорошо. Так, ребята, давай еще раз обговорим наш план. Я с ними разговариваю. Док, вы стоите позади меня, Сашенька. Ты вообще позади, позади нас стоишь. Возьмешь копье одно свое и будешь на прикрытии, хорошо? Хорошо. Так, док, ты все понял? Ну, ты маску не сними, ты выглядишь бандит какой-то. Согласен. Так, учи их устрашать. Вдруг они все-таки тоже бандиты. Да, док, ты выглядишь так? Ты очень недружебно выглядишь. Если они пришли поговорить и не посмотрят, что это тебя стоит... Не доги, ну нахер просто. Сними маску. Ну, ты выглядишь... Ты просто худачавый такой с этой маской, вообще как будто бы из комиксов сбежал. Все, давай. Поехали. Так, Сашенька, копье. Ребята, ребята. О, вот вы и здесь. Короче, мы посовещались и все-таки приняли решение, что можем с вами поговорить. Но, внутрь нашего бункера мы вас не пустим. Договорились? Ладно. Договорились. Только для того, чтобы мы были уверены в нашей безопасности, оставьте ваше оружие вот на этом камне. Вот на этом камне, чтобы мы понимали, что вы на нас леске не напоете. Потому что мы вас пока не знаем и не доверяем вам. Так, ладно, док, открываем, пока ворота готов. Да, давайте. Ух, док. Да. Сложно было. Блин, надо бы почистить и колья здесь, то вообще капец. Да, этот дождик пройдет, смоет. Да. Мы сложили оружие. Мы можем войти? Да, да, да. Заходите, проходите сюда. Блин, я действительно не понимаю, почему в каких-то вот зомби-апокалипсисах, да, типа, люди воюют друг с другом тоже. Даже, ну, при таких условиях. Просто, ну, нахрена. Когда лучше гораздо людям объединяться просто-напросто и восстанавливать самую нормальную цивилизацию. И выставать против зомби, типа. Общими силами. Но вместо этого, типа, они разбредаются на какие-то группы, там, да, мародеры, там, какие-нибудь солдаты, возможно, да. Просто какие-то чуваки, там, беженцы выжившие, не знаю, они все живут по отдельности и мочат друг друга. Типа, это очень тупо. Так, и... Кто вы, собственно, такие и с чем к нам пожаловали? Мы из поселения, которое находится в 20-30 километрах отсюда. Нас далеко вознесло, чтобы выйти на вылазку. Найти всякие припасы. Поэтому мы отправились в лес, чтобы найти что-то съедобное. Грибы и ягоды, икру, деревьев. Хорошо, это понятно. Значит, у вас нехватка еды. В целом, можно было такое ожидать. Сейчас же время-то нелегкое. Я думаю, они, на самом деле, чем-то поделятся с ними. Вот, ну, хорошо. Ну, сами ищут припасы. Зачем вам нужен с нами разговор? Мы, как видите, стараемся, ну, держаться подальше от людей, от зомби и вообще от, ну, всяких контактов с другими выжившими пока что-то. Реально чисто такие дикари просто сидят, нахрен, колем и себя там отгородили. Просто мы не знаем, что от не ждать. Уже были контакты, и они закончились не очень удачно. Мы случайно наткнулись на ваше убежище и решили наладить контакт с вами. Для дальнейшей торговли и взаимой выручки. Хм, торговля, это, в принципе, хорошо. Ну, это, это хорошо. Но есть одна проблема. У нас самим нечего торговать. Да, док прав. У нас сейчас дефицит ресурсов. Единственное, чем мы с вами можем обменяться, так это деревом. Древесины у нас полно. Раз мы выяснили, где находится ваше убежище, давайте я расскажу, где мы основали наше. Это бесплатная информация в виде жеста добрых намерений. Ну, хорошо, рассказывайте, теперь уже интересно. Наше поселение находится на фармацептическом предприятии ЗАО «Биокат». До апокалипсиса это была большая фабрика, которая насчитывала сотню сотрудников. Но на данный момент население составляет около 50 человек. Так как мы основались на рабочем до апокалипсиса объекте, то у нас очень много медикаментов. Однако большой дефицит еды. Поэтому такие отряды по два человека, как мы с напарником, регулярно отправляются для того, чтобы обменять лекарства на еду или же попробовать найти что-то съестное и не сдохнуть от зомби или мародёров. Лекарства, говорите? Ну, типа... Было бы очень классно, если они обменяются, но... Как бы у этих-то жрачки не так уж и много. Тем более на 50 человек, как бы вообще у них не будет. А у вас есть мощные антибиотики? Конечно. У нас есть куча всяких разных антибиотиков. Даже с собой принесли. О, класс. Конечно. Мне было бы интересно посмотреть. Ты уже думал, скажешь, типа, да, у нас есть, но с собой как бы забыли взять, да, пройдёмте с нами, и там, и замужет, или ещё что-то. Подьми, а антибиотики ему бы не помешали. А иначе... Он может не дожить до завтрашнего дня. Но если вам нужны антибиотики, мы прямо сейчас готовы обменять их на еду. На еду, значит? Ага, хорошо. Но вы поймите нас, у нас самих мало еды. Мы, конечно, готовы заплатить цену за нашего друга, но всё равно ресурсы у нас ограничены. Тем более еда. Еда сейчас, сами понимаете, на вес золота. О, да, уж мы-то понимаем. У нас, неделю назад, появились первые каннибалы в поселении. Это всё потому, что у нас нет еды. Но вы не переживайте, мы быстро взяли ситуацию под свой контроль. И наказали их по правилам нашего сообщества. Не буду углубляться в подробности ваших правилах. Хорошо, ладно, сколько вы хотите за антибиотики? У нас не так много еды, поэтому, как бы, давайте не будем наглеть. А что за еда у вас есть? Ну, барбанок тушёной свинины. Тушёная свинина. О, мясо? Я так устал есть древесную кору. За четыре банки этой вашей тушёной свинины мы готовы отдать вам все виды антибиотиков, которые у нас с собой. Но нам нужно всё это обговор... Берём, 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 всё, берём. Мы согласны. Докнул, куда вы, а как живы? Хорошо, покажите вашу тушёнку. А мы... Так вот и ломается демократия. Мы пока достанем из наших рюкзаков антибиотики. Док, сгоняешь. Без проблем только. Возьмите оборужение на всякие. Да, но у меня топор с собой с чё и суда. Давайте, пока ваш друг ходит за тушёнкой, мы уберём эту деревяшку и покажем, что у нас есть. Ну, давайте уберём деревяшку. Ну, это всё, что у нас с собой есть. Но я в лекарствах не разбираюсь, как бы, ну, так, плюс-минус, на уровне чайника. Тут нужно ждать дока, он точно скажет, нужны ли нам такие лекарства или нет. Если нужны, то, конечно же, мы обменяем их на тушёнку. А много у вас ещё есть еды? Потому что у нас с собой не только лекарства. А что у вас есть с собой такого, что может нас заинтересовать? Ну, знаете, мародёры, бандиты и другие выжившие частенько заимствуют у нас Окси, Меф и Мариванну. Не-не-не-не, спасибо, нас такое не интересует. Если вас не интересует это, может быть, вас заинтересую и я? Девушка, это, успокойтесь. Это, конечно, интересное предложение, но нет, нет, еда у нас, у нас с собой еды нет, понимаете, мало еды, мало. Просто друг умирает, именно поэтому мы согласны на обмен. Всё, точка, давайте вот без этих ваших вот этих вот. Ух, с кожи асбиотиков. Постой. Сначала покажи, что ты принёс. Ладно, здоровяк. Смотри, раз, два, три. И вот наверху четыре. Как и договаривались. Да, и да. Ой, я три месяца тушёнку не видел. А теперь дайте посреди лекарства. Если мне не понравится, что вы тут положили, если это полная дрянь, то тушёнки мы вам не отдадим. Но если будет хороший выбор, то забирайте. Отойди. Ого, Константин. Да, что такое, док? Что там за лекарство? Ого, вот это вот коричневое, это азитромицин. А вот это вот зелёное, это амокцилицин. Зелёное, силицин. Так, а это... Это что? Чик, тут потёрт немного. О, а это цифран. Ну всё, хватит, док. Мы поняли, куча крутых названий лекарства. Да, да, да. Скажите, это поможет Никите или нет? Ещё как поможет, Константин. Ну всё, глаза по рукам. Док, собирайте лекарства, а вы, ребята, можете забирать тушёнку. Она теперь ваша. Я думаю, они скажут типа мало и тушёнки. Типа давайте что-то ещё. И не показались эти типы какими-то, ну немного странноватыми. Ещё и про каннибализм говорили. Да я говорила, надо было их убить. И забрать лекарства себе. Да и тушёнку не пришлось бы отдавать. Капец, они теперь знают, где их бункер. Доктор, если вы отдельно для меня сможете достать еды, я могу с вами расплатиться по-другому. Чё? Нет. Отстань от меня. Красава. Глупышка, я такое умею. Женщина, меня это интересует. У меня Сашенька есть. Ой, это ваша Сашенька, молодая и неопытная. А вот я уже много чего умею и знаю. А это уже, значит, намного интереснее. Давайте обсудим это при следующей нашей встрече. Хорошо, сладкий. Да уж, док, не ожидал. Так, док, чё это вы там зовут Алис? Вроде бы всё уже собрали. Так, хорошо, ребята, у вас есть, может быть, ещё какая-то информация для нас? Если вы сказали, что были не в бункере и просто у вас было своё поселение, наверное, вы знаете лучше нас места в округе. Расскажите, чего стоит бояться и есть ли где-то ещё адекватные люди в наше время? Да, конечно. Сейчас я достану карту. Ой. И чё сейчас будет? Их в бункер затащат? Так, интересно, что здесь. Док, может пойдёшь лекарства, не идите дашь, а? Да, давайте. Я пока лекарства отнесу. Или сами им в бункер сбежать, и эти чуваки пошли в жопу. Что такое, док? Что случилось? Быстрее берите своё оружие, вы двое. Давайте сюда, быстрее, док, помоги мне калитку закрыть. Берите оружие, быстрее, 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 быстрее. Вот чёрт, а тут до хренища, а? Вы их сюда привели. Что такое, док? Я взял копьёк, всё нормально прикрыт. Да-да-да, давай-давай-давай, просто отбиваемся от них, не давай им пройти, не давай пройти, не давай, пройти, давай! А! Хорошо, давай, сейчас следующий подходит. С той стороны. Так, распределись там, барышня, встаньте туда. Так, смотри, подходит ещё один. Давай-давай-давай-давай, док, давай! Хорошо, красавчик. Ещё одно положил. Ещё один рядом! Фух, док, вроде справились. Только пройдись по их головам, потому что... Да-да-да, я вижу, один шведится. Сейчас здесь... Так, ну шо, тварь. Сейчас с тобой расправлюсь Это из-за вас сюда приточились эти зомби Какого хрена? Что? Да я думал они отстали от нас еще два часа назад Что значит отстали? Мы могли из этого пострадать Слава богу у нас здесь хороший чистокол Который мы строили последний месяц Ладно, давайте так Все, мы произвели обмен Показывайте на карте за информацию И мы с вами распрощаемся, договорились? Ладно Пойдемте, кажется Что-то мне кажется, они так просто Просто так они Типа Не это самое, не распрощаются Ну либо реально позже придут Просто сюда Можно выйти к автомагистрали Если по этой дороге повернуть налево То через три часа вы выйдете к дамбе Сначала это была правительственная зона Которую организовали местные власти Чтобы спасти выживших Но теперь там заправляют бандиты Мародеры Поэтому советую обходить это место стороной Ну вообще С ними можно договориться Именно так мы и пошли сюда Заплатив им налог Хорошо А то есть получается Они никого не впускают В эту долину Потому что, насколько мне известно Это единственный путь Транспортный Из долины Нет, не пускают Понятно Они захватили ключевую точку Это нужно знать То есть на транспорте Из долины никак не выехать Если только пешком Через леса и горы Правильно? Да Что еще знаете о долине? Что здесь есть? Если пройти чуть дальше дамбы Можно найти старый корабль И рядом с ним маяк Но к нему лучше не приближаться Ведь, как мне известно Его захватили мародеры Дальше за этим маяком Ублюдки, они все захлопают И еще час пути Вы найдете нашу фабрику Ага, все, понял, хорошо Короче, они в жопе находятся Ладно, этой информации будет достаточно Чтобы к ним попасть Надо охрену вот еще мародеров просить В любом случае Вы нам очень помогли Я это не забуду Ваши лекарства могут спасти жизнь нашему другу Если вы приедете в следующий раз Мы обязательно проведем с вами какой-то обмен У нас здесь есть поле И возможно скоро мы сможем высаживать еду Так что если у нас она появится То мы с радостью поменяемся На какие-то лекарства Я думаю, лекарства нам еще пригодятся Потому что у нас с ними дефицит Ну ладно, забирайте свою карту Берите еду И... Да, ну растения же не так быстро растут Или что? Или это нереалистично что ли будет Получается, если она будет быстро расти Саженька Я думаю, нам с тобой пора отправляться в бункер Пойдем Идем Ну короче Дог Как-то так Обмен Ну что там, лекарства подействовали? Да Да Не знаю, честно Я вот только сейчас дал лекарства Он еще даже не проснулся Хорошо, надеюсь, ему станет лучше Поверьте Лекарства очень качественные Ну то есть, думаю А вдруг они туда какую-нибудь херню подсыпали Уже снова есть лекарства Может быть даже через чай Ну ладно, не через часик Может через три часа Как мне придется знание Хорошо, тогда я с ним поговорим, хорошо? Это очень хорошо Три дня спустя Никита, я смотрю, вы спустя всего три дня пришли в себя Конечно Все благодаря тем лекарствам, что принесли нам те путники Никита, я положил вам утроенную порцию Но все равно нужно учитывать то, что экономия еды не отменена Виталий, а сколько всего у нас еды осталось? Сколько мы еще можем протянуть дней в бункере в заперти? Ну, где-то на пару месяцев Изначально вообще припасов хватало на 90 дней Но я экономил еду, поэтому припасов у нас на два месяца Даже с учетом того, что мы отдали 4 тушенки Класс И еще 5 сожрали крысы Чего? Целых 5 банных сожрали эти чертовы крысы? Да, ну хорошо, хоть Никита сделал крысобойки 3000 А то кто знает, сколько бы они еще пожрали у нас еды? Название имбак Какая вкусная еда Я слышал, вы там в люк залезли, да? Да-да, Никита, мы туда слазили Но, правда, ничего интересного там не нашли Конечно, стоит изучить, там ведь пещеры и подводная река Если мы их изучим, возможно, найдем дополнительный выход из бункера Это нам пригодится Отлично, если вы туда отправитесь Возьмите меня с собой, потому что у меня с детства любовь к пещерам Хорошо, Никита, а то одному туда спускаться не очень-то безопасно Как-то чувствуешь себя там, как будто бы кто-то наблюдает за тобой Да вы, Константин, вы же сказали, там нет никого Вы что, меня обманули? Но я и вправду там никого не видел, Виталий Но вот ощущение... А мы видели Знаете, когда за тобой... Когда у тебя кто-то смотрит, ты это как будто бы чувствуешь Там какая-то четырехногая тварь живет Там у меня было точно такое ощущение Но может быть это потому, что вы на меня смотрели из люка Константин, знаете что? Больше не просите меня спускаться в этот грёбаный люк Может, мы всё-таки отправим туда экспедицию? Док, погодите Виталий сказал, что у нас еды на два месяца И что, это всё равно мало Поэтому надо за семенами идти Надо за семенами, а потом изучать этот сраный люк И дальше пещера, типа Потому что реально, вдруг будут какие-то выходы Потайные, да, которые помогут обходить мародёров Это же вообще имба будет Ну, а вдруг в пещере будут припасы? И мы ещё не доделали чистоколу Вы что, забыли что ли? Будет смешно, если мы посадим семена А зомби снесут всё именно с той стороны, где нет чистокола Хорошо Походу, пришло время решить, что нам делать Прямо сейчас в телеграм-канале вас ждёт опрос В котором вам предстоит решить, чем займутся наши герои Стоит им организовать экспедицию в пещеры, чтобы найти там возможные припасы Либо же ещё раз попробовать достать семена из заброшенной деревни Или же просто остаться в бункере и продолжить обустройство и укрепление прилегающих территорий Выбор, как всегда, за вами Ооо, короче, короче, мне кажется Мне кажется, надо, наверное, идти опять за семенами Хотя, блин, ну опять может как-нибудь случиться такая неприятная история В которой кто-то опять пострадает Блин, сложно, как всегда Может быть, даже им стоит пойти всё-таки в эту сраную пещеру Реально Блин, наверное, реально так лучше было бы Пойти в пещеру, может быть, реально там что-то годное будет Может быть, даже убить вот эту четырёхногую гадость И, типа, не знаю, сожрать Вот, возможно, можно было бы так сделать И найти какие-нибудь потайные входы Может быть, к ещё каким-нибудь ресурсам Или чё-то типа того Короче, не знаю Будем ждать в следующей серии, куда они пойдут Короче, чуваки, с вами был Финн Подписывайтесь на канал, ставьте лайк Всем удачи, всем пока, друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!